Простание семян Когда-то я тоже, это очень важный вопрос Мне интересует будущее Идёт реорганизация опять школьного и университетского образования К сожалению, я уверен так Были учителя, они останутся Их никто не вводит Хотя дури очень много Значит, никто не станет им давать, наверное, новую программу Новую программу надо создать И чтобы вы поняли Чтобы где-то, когда-то кто-то скажет А давайте послушаем Железову Вот смотрите, нас очень мало сейчас Может быть, единицы даже Но мы с вами сейчас Я, мне нужна аудитория Тогда у меня нормально получается Ну так бывает Нужна аудитория Так вот Что получается Я сейчас приведу один маленький пример Почему нужна новая программа Итак, ЭГЭ Оно имеет недостатки кокея Все знают Вот Превратилась в такую дурь Натаскивание детей Сдача экзаменов Возможно, там попадаются люди С хорошей памятью А у меня памяти вообще нет И вот это вот очень важный момент По такому принципу Вызубри и получи пятёрку И поступив в университет Это абсолютно ложный, тупиковый путь Я вынужден самого себя приводить Пример У меня с детства нет памяти Вот Как я умудрялся быть лучшим учеником Класса и школы Это такой страшный для меня был вопрос Когда заставляли запоминать А мне приходилось Так как я памяти нет Я не могу ни одну теорему запомнить И догадались В чём смысл был Думать приходилось И получается Памяти нет Вот На золотую медаль получить не мог У меня уже Получилось Это самое Все знали, что я самый лучший Как ученик Да Вот Который знает Практически Ну, ну Если я школьные учебники До первого сентября прочитывал Зачем я в школу ходил Вот И вот получилось следующее Значит Нужна новая программа Рассчитана На то, что дети будут думать Давайте, во-первых Похороним его ещё раз Вот это вот шестой класс Да Видите И вот Очень простые Глупые вопросы Которые даже для шестого класса Ну, просят Для 20-летних детей Вот Сейчас я вам покажу пару Я не буду всё Всё когда-то мы проходили Я издевался Я пинал его Ещё сказал Мне пятёрку не получить Почему? Потому, чтобы Биологию Прокрустного ложа Вставить То для этого Получается Страшная вещь Вопросы надо Подгонять так Что они не дают Ничего И чтобы Самые тупые Могли что-то Ответить Уже Хорошо Придумано Если три варианта То получается Уже Любой Назови Уже 30% Вероятность Есть 40% Смотрите Во время Прорастания Зародыш Питается Вообще Не питается На кого Рассчитано На то Что самый Тупой Сообразив Нет Для Прорастания Семян Необходимо Кислород С собой Вода Ну дураку Ясно Тепло Ясно Все Вероятны Верны Если уж Тут Не ответит То ему Точно Уже Это Самое Уже Уже Все Любой Ребенок Рассчитано Ответит Причем Мне Не важно Учился Не учился Думать Не надо Вот Глубина Заделки Семян Вот Тут Любой Растеряется И Больше Набрать Это только методом Тыка Случайно Можно Угадать Правду Глубина Заделки Сейчас Поймете Насколько Те Кто готовил Эти Вопросы Мы сейчас Поговорим О серьезных Вещах Заделка Семян Она касается Каждого Из нас От этого Сейчас Сотни Жас Уже за эти Годы Получили Мои семена Вот Все Зависит От этого И вдруг Шестой Класс Им задают Этот вопрос Его Сегодня Не знает Не знает Никто Кто Писал Учебники Я не буду Называть Фамилии Самое Умное Для меня Умное Писали 3-4 Сантиметра Глубина Эти самые Которых И ошибок Много И все Много Но Книги Написаны Черным По белому Написаны Или 5-6 Или 6-7 Глубина Сантиметра Понимаете По железу Она смертельна А человек Кандидат Наук В этом случае Доктор Наук Не знает Этого А и наконец Самый Крутейший Из крутейших Он на том свете Пусть меня простит Из каждой Сотни Кто меня Слышит Один-два Догадались В каком Речи Круче Уже Абрикосовода Нет 10 сантиметров Зубни А что Вы хотите От детей И вот Семена Допустим Мы сейчас Будем говорить Только о семенах Не Не это Не Знаете Там Не взойдет Грядка С морковкой Да и черт Не Ой-ой-ой Что я говорю Это очень плохо Сегодня Мы настолько Бедны По доходам Что Для нас Это катастрофа Что надо Чтобы морковка Зашла Лук Зашел Ну а это Уже Другой вопрос Мы говорим Только о древовидных Деревьях Почему Только от них Зависит Яблоки Груши Абрикосы Сливы И все это Чтобы дети Ели Чтобы у них Не сыпали Зубы С 5 С 8 С 10 Лет Это очень важно И чтобы Отравлены Не были Очень важно А заглубил Побольше Деревья Начинают Болеть И тут же Хочешь не хочешь Пойдешь За этим самым За химикатами И вот После этого Вступления Давайте читать Количество воды Воздуха В почве Зависит От этого Глубина Да Чем глубже Тем сырее На поверхности Это быстро высыхает Размер семени Структура почвы Зависит Еще как Зависит Размер семени И количество воды Вот так странно Вода Воздух Семя Структура почвы Семя Количество воды Вот так вот Вот это С этим Это с этим А третье С первым Вот эту У меня Когда я начал Мне же надо угадать Поймите Я должен Каким-то У меня Сразу Мозги Все Я железу Которые Тысячи Садил Тысячи Десятки Тысяч Этих Саженцев Выросил Я сижу Перед этим И думаю Чем ты думал Когда вот это Ты не написал Что если Чем глубже Тем быстрее Сгниет И наоборот Зато глубже Зато схожесть Будет лучше Вот так бы Ты написал А что Ты людям Вот это Вот Я и сейчас Не знаю Я понимаю Отдельно И количество Воздух Зависит Размер Семени Зависит Струтура Пойска Зависит Все зависит Но Как его Я могу Выбрать Здесь Редом Сидела Савинич На тот Момент Она то ли Спрантовала То ли Еще была Этой самой Еще была Краснодипломница Мы вдвоем Не смогли Угадать То есть Вот я и сейчас Не знаю Что вы Творите То есть Еще Ну Так Потеря в схожести Следствие Переизбытка воды Да Сгнивает Гибель Зародыш Конечно Зародыш Погиб Недостаток Воздуха Это святое Воздухобмен Обязательно Должен быть Ну Понятно Что самое Крутое Гибель Зародыш Наверное Если я нажму Гибель Зародыш Наверное Это будет Для пятерки Вот тут Хотя бы За этот вопрос Пятерка мне светит И все равно И выбор Так какой был Идиотский И переизбыток воды И недостаток воздуха Это тоже правильно Зачем Такие создавали Отвечу Человек получили Надо заработать деньги Тот Кто-то Создавал Программу Эгэ Он Не то что Он не специалист Да он не специалист Если он вот этого Не знает Вот это вот Если он вот это Вот это Вот этого Не знает Глубина заделки Он не такой специалист Но факт Что даже то Что Невозможно Составить программу Чтобы было Два минуса Один плюс И чтобы разбирались Люди в этом Тогда Возвращаемся К тому что было Итак А что было А было следующее Последние годы Я прекрасно Все это на моих глазах Вот Глазность была Ух какая Вот Взяточная была Столько дикой Никто не мог Попасть в университет В университут Вот Если он Не Имел денег Ограниченное количество Вот Я уж тебе говорю Про то Что бюджетное Бесплатное Образование Что было Все зависело От денег Тогда Критика была Дикая Сажали Этих Учителей Они были Нищие А им Студенты Несли деньги За счетки Вкладывали Сотни Тысячи Это было Только Из одного Этого самого Отчаянного Отчаяния Что Сколько можно Ведь действительно Тогда еще общество Еще было Сейчас-то у нас Тишина Вот Отменили пенсии Людям Ничего Прошло Вот А тогда еще Попробовали Тогда пенсии отменить Это Сколько лет прошло И в то время Вот Было воспринято Надо Проверять Проверять будут Совсем В другом Месте Взятки Брать Не Ну Подумай Что Лучше Владеете Потом Оказалось Что Лучше Всех Владеют Русским 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 Люди Кавказской Национальности Сплошные Пятерки Все-таки Умели Работать С этим Умели Деньги Посудить Ладно Но Большинство Все-таки Какая-то Объективность Хоть чуть-чуть Была Но Отупение Продолжалось Продолжалось И продолжалось Продолжалось И продолжалось Вот Что страшно Во время Набухания Семена Увеличиваются За счет Недостатка Воды Ну И более Идиотского Вопроса Семена Во время Набухания Увеличивают За счет Недостатка Воды Это что Охереть же Можно Ведь Это же Единство Самое Это Ставит Крест На всем Эгэ Навсегда Потому что Ну нельзя В дурдоме То жить Ребята Ладно Отменяем Эгэ И в наше Время Когда Эта коррупция И все Прочее Достигла Своего Максима Попробуйте Вы Сдать Экзамен Не унесу Новую Зачатку Деньги Вернется Еще Страшнее Будет То есть С людям Небогатым Ловить Нечего Никакие Есть такое Понятие Социальные Люди Ничего Этого Не будет Вот Чего Не хватает Стране Правильно Порядка Не хватает Но Я пока Только Обозначил Эту систему Я хочу Чтобы Это знали Дети Теряют Гениально С возрастом Вот Когда По-моему Сейчас скажу Кто Профессор Профессор А я все Забыл Но вы сейчас Помните С двух До трех Лет Три года Это предел Надо их До трех Лет Уже Всему Научить Потому что Дальше Бесполезно Все Тупее Вот Я вот так Дети Теряют Гениально С возрастом Это верно А как Они Не потеряют Посмотрите Еще один Пример Мой Любимый И так Идет Коронавирус Дети Сидят По Домам Для Них Начали Проводить Как Они Называются Проводить Дистанционные Уроки С помощью Прям Телевизора Это Вот Прямо Телевизор Вот Вот он Стоит И Какой Это из каналов Центральных И вот это Вот А когда-то Придумали Одиннадцатый Класс Он был Ненужен Но дети 16-17 лет Болтались Без дела Было Много Проблем Вот И решили А давайте Их чем-нибудь Займем И вот Я рассказывал Как их Заняли Так что Не дай Боже Это Тот же Самый Дебильнейший Был создан Базовый Учебник По биологии Для Одиннадцатого Класса А вот Это Литература Читайте Одиннадцатый Класс Система стихотложения И вот Дети Которым Остался год Там До армии До Это самое До любви До До ЗАГСа Ой Система стихотложения Вот Трёхслойная Ой-ой-ой-ой Я Я не стал Еще несколько Я сделал Вот этот Ужас Вот Это Зачем А сколько Интересно Они могли бы Узнать Если бы Действительно Это было Почему Я Два Года Назад Примерно Рассказывал Фотографию Показывал И три Года Назад Я жду Вот 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 Ну Нельзя Так Мы же Пропадем Спросите Любого Учителя Который 20-30 Преподал В школе Дети Скажем Года В дебильные Раз Больные Два Вот Мой Этот Самый Чек Которого Я уважаю Фредди Кенгельс Вот Именно Рукоделие Сделало Чека Человеком Причем Прямая Связь Между Мозгами Между Работой Мозга И Рукоделием Поняли Так Вот Зубрежка Уничтожает Мозги А Именно На Зубрежке Построено Все И Вся Все И Вся Вот Пришел В школу Зубри 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 Многие Дети Я таких Знаю Лично Куда Мне Деваться От Них Вот Они Рядом Со Мной С Первого Класса Сказали Кто Говорит Терпеть Не Могут Кто Говорит Ненавижу Школу Как Это Они Где-то Интуитивно Чувствуют Что Повод Человека Со Школы Ну Я Об Этому Помните Мое Любимое Занятие Я Придумал Как Да Что Вы Это Через Выходя Через Один Свет Должны Девочки Уметь Они Должны Медсестры Полный Курс Пройти А Не Так Как Помню Я Показывал Книгу Для Медсестр Книга Учебная Книга А Там Опять Происхождение Человека Строение Полиции Помните Нет Пестик То есть Опять же Вот Медсестра Должна Учиться Несколько лет Да Вот А Их надо Заполнить Все это Ну ладно Она Половину Три четверти Времени Делала Перевязки Шины Работала Бы Уже Сразу Это Крупное Медучреждение Там Были Какие Специальные Курсы Вот так Они Должны Были Быть Вот Так Вот А здесь Что получается То есть Я считаю Что В школьный Курс Можно Все Самую Выжимку Вот Начинают Ставить Уколы Которые Потом Оказалось Скандал Был Что Врачи Не умеют Уколы Ставить Кончили Институт Их Никто Не научил Считается На практике Проходили Ага Сейчас Вот Обязательно Повара Обязательно А еще Девочки Должны Курсы Курсы Танцев Обязательно Чтобы У них Была Танцующая Походка Чтобы Они Были Подтянуты Чтобы Они Были Действительно Это Чтобы На них Приятно Смотреть Было Они Эти Самые Косолапые И Это Это Надо А Само Оборона Парней Больше Нет Уничтожена Сама Система Воспитание Мужчин Никто За вас Не наступится Девчонки Если Когда-то Поймется Школьное Образование Министерство Просвещения И будут Специально В школу Брать Спортсменов Которые Могут Научить Девочек Защищаться Когда Речь идет И о жизни И о честь Вот О плавании Каждый год Тысячи детей Тонут Тысячи Тысячи По глупости Да Кто-то тонет Умея плавать Может быть Даже от хухарства Но большинство Плавать не умеет Вот А выживание А завтра Какая у нас Будет жизнь А что за завтра За жизнь будет Все надо Сначала Вот И как выживать Прятан На ударе Все идет К этому Вот Где здесь Как прятаться Шутку знаете Одеть Простыни И ползти В сторону Кладбища А на деле Как Что-то Мы когда-то Помнится Школьная программа Было Было Спряться За кочку Было Лицо Это самое Головой К этому Все Ладно И это И отсюда И зажечь С одной Спички Костер И уметь Выживать И зимой И летом Я специально На это самое В сугроб Залазил Думал Интересно Правда Что там Теплее И ночевал В сугробе Но это я Это просто У меня натура Такая Все Надо Все Надо Специальную Программу Вот Хватит Хватит Полчаса Прошло Я сейчас Пойду На леча Я просто Забыл Ну а дальше Нормальные уроки Я высказался Я не могу Иначе Я жду Когда наши Придут Вот сегодня Первый мая Сегодня я имею Право Говорить Я старый Большевик Страну Просрали Давайте Снова Начинаем Три дня Назад Я в отчаянии Позвонил Антону Говорю Антон У нас Все меньше 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 Может Прекратим Мы эти Вебинары Вот И вдруг Антон Который Уже Столько лет Ему Должен Будем Подложить Не профит Я говорю Я-то Всегда За Я не могу Быть Не за Но если Получается Людям Не надо Потом Значит Проанализировал Я Вот Все Эти У меня Это Самый Дикий Огромный Список И знаете Что Получается Ладно Уже Фильм Создан Вы Посмотрите Начинаю Все 233 Вы Посмотрите А знаете Что Это Такое Плюс Мой Голос Это Заготовка Это Фотографии Вот Это Вы Видите Что Творится Вот Когда То Может Быть Посмертно Не Вручают Эти Самые Вот До Сюда Вот Вот До Сюда Вот Вот Когда То Чудом Был бы Жив Да Это Ленинская Премия Как По Старому А по Новому Это Государственная Премия Уже Была бы Заработана Вот Ведь Приходится Опровергать Людей И классиков 19 века И наших Современников Потому что Ума не Приложу Как Можно Вот Это Только Ради Этих Лекций Чтобы Было О чем Говорить Понавыдумывали Столько Дерьма И Что Фактически Уничтожили Содоводство России Вот Поддержите Меня Как Меня Можем Поддержать Приходите На Эти Лекции Сидите Включайте Компьютеры Включайте Телефоны Вот Посоветуйте Друзям Правда Он Скажет Я уже В отчаянии Сказал Все Прекращаю Если бы Не Сафронова Уже Не Было Этой Лекции Вот Абсолютно Бескорыстно Сколько Лет Поехали А Когда То Ведь Это А Это И Есть Та Самая Программа Для Она Есть Посмотрите Если бы Видели Эти Опять Я называю Вот Значит Ко мне Женщина Значит Ну По Ватсапу Фотографии Фотографии Свои фотографии И схемы Из этого Из интернета А я Вот так Вот сделал Правильно Я смотрю 19 век Как 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 Люди Которые Да и в университетах Проходили Но это Все Неправильно Это все Дети Все Глупо Вот так Вот Это Представляете Что Вот там Как Было Вот Видите Вот Эту Фотографию Вот Моя Да Я Сделал Позавчера Да 29 Апреля Специально Для вас Что я Сделал А там Просто Взято Вот В этот Момент Все Обмазано На их Схемах 19 век Грубо Просто Замазано Не Замотано Ребята Не Замотано А Просто Замазано Так Подходит Сосед Видите И вот Так Как Есть Я Даже Не Прикасался Взял Так Вот Руками Говорит Посмотрите Может Тебе Пригодится Смотрите Внимание Видели Эти сопли Видели Сопли Настоящие Смотрите Как рвутся Смотрите Вот В дне Вот Это Настоящие Сопли И Это Называется Прививочная Лента Которая Еще И Саморазрушается И он Говорит А у Меня Не Разрушилось А у Него Сосед Вот Что Интересно Да У меня Все Друзья Все Таланты Он Когда-то Сам Начинал Никаких курсов Не качал Но он Прекрасный Ремонтер Ремонтер Как там По По этим Не по По телевизорам Причем По современным Телевизорам Вот этим Вот Лазерным Как это Забыл Как современный Телевизор Плазменных И он У них Разбирается И он Мой телевизор Ремонтер Он Супер Специалист Но Он Уже Деньги Выбросил Он Уже Сгноил Несколько Деревев Потому что Она Не разрушилась Вот И вот Эта подлость А это Учеба Чтобы Вы так Не делали То есть Не покупали Это дерьмо А перед этим Я показывал Обыкновенная Сантехническая Лента Взяли Выразить Выразить Благодар Дильятиня Это 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 Точнейшая Работа Видели Наш Наш такие скатерти в Казмагах, может найдёте, как-то попробуйте почувствовать, что это не полиэтилен, а полихлорвиниловая, и наконец в своё время, я тогда искал долго, отчаянно, потому что я даже звонил, помню, на склад этих самых медпрепаратов, она продавалась для кушеток, для операционных столов, продавалась, вот опять, чуть другая, но то ли полипропиленовая, вот, и тоже, ну вспомните, она розоватого оттенка, вы садитесь на кушетке, всегда было, а потом они исчезли, я говорю, да посмотрите прямо на склад, вдруг где завалялось, медицина обнищала, больше не заказывает, мы перестали привозить, это профессиональный голос, вот так получается, потом, значит, один ещё момент, значит, человек, который мне написал, есть, ну то есть я на днях проводил, но это же один из последних фильмов, я показывал, как я приваю, помните, там рядом Елена Александровича, я стою на коленях и делаю привыку, тех увидел и в комментариях написал, нет, всё-таки лучше чёрная, изоляционная плёнка, изолента, обычная, но чёрная, вот, вот он так написал и всё, а я там внизу приписал, поговорим на вебинаре, ну как, он говорит, так, я говорю, так, ну кто из нас прав, когда-то я проходил это, и эту ленту я использовал, и у меня были неплохие результаты, но, наверное, я когда делал сотни обмоток этой железной ленты, чёрная, такой же, как у него, потом, или там синий, неважно, потом, значит, я перешёл на вот эту вот, да, вот, и, наверное, сотни и сотни таких сотен, я мог сравнить, я от души говорю, я вам не навязываю, вот этот вот последний, продам за тысячу рублей, 500 рублей будет Сопроновская, потому что это уже получается наш общий доход, последний, кто-то купит, я уверен, потому что последний, на память, а такую придётся самим доставать, перейти и вернуться ли в прошлое, что такое прошлое, смотрите, вот таких очень много ходит по интернету, и когда берёт современник наш, кандидат, доктор, очень много публикаций нужно сделать этим уже с аспирантом, он берёт, это 19 век, а вы тут ничего не видите, вот тут слегка видно вот этот вот крест, это когда-то я в отчаянии вот этот крест нарисовал, а потом уже использовал где-то для публикации, вот обыкновенная бичёвка, и когда вы её видите, вы смотрите, это 19 век, это не наше время, и не делайте так, как тут, что вот это обыкновенная бичёвка, вот, ну и, наконец, ну нету ничего, ну давай тогда из-за ленты. Ещё про этих самых бедных студентов и школьников, когда мы откажемся от вот этого дебилизма вот этого полностью, нам нужно, чтобы дети думали, никто не должен им давать ответ. Вначале вопросы, вопросы, вопросы. Где вы будете брать участок? Можно спросить так студента? Не говорите ему, что вот здесь вот садите, а спросите. И пусть мозги думают, пусть думают. И многие да вообще не ответят, почему тупизна дошла до предела. Итак, солнцем где выжжено? Южный склон, наверное, до севера. Ну, был бы я студентом, я бы ответил. А вот тот зелёный склон, до сих пор трава ещё не эта зелёная, там лаги больше. А вот эта хороша для юга. Там тоже свои проблемы. Ранняя схожесть, не дай Боже. Вот, тоже может без урожая остаться. Посередине ручей. А если нет ручья, не беда. Вот. Я бы за такой участок, если кто-то мне подарил, или я бы был бы моложе, я бы взял его. Да я бы сюда бы загнал 50-100 грузовиков, я бы перегородил вот эту лощину, и у меня бы здесь было бы прекрасное озеро. Прекрасное. С карпами, с карасями. Вот. Домики бы поставил. За умеренную плату бы ещё бы этих принимал. А что бы самое главное было бы? Экологический участок. Вот. И что бы росло здесь, на одном склоне? Это сухой склон. Это для груш. Левый. Это для абрикосов. Понимаете мои уроки? А правый склон. Там влаги больше. Это для яблони, это для сливы, это для вишни. А попробуйте наоборот. И тут без урожая, и там без урожая. Ну, наконец, берём самый крайний юг. Допустим, я ещё южнее. Уже южнее некуда. Дальше граница России. Сажу на обе стороны, в надежде, что хотя бы половина урожая будет всегда. Если вы думаете, что юг, там всё хорошо. Я однажды, мне пришлось вернуть книгу, как жалко было возвращать. Вот. Что я запомнил? Немного. Она была про абрикосов. Так и абрикосы, ростовское издательство. Самых благоприятных государствах с промышленным производством урожая абрикосов из 10 лет 2-4 года. Вот, то и приехали. А что ж нам того, это, обижаться? А у меня и это, всё, и климат меняется, меняется, но вы же видели последний урожай? Почти все из вас видели. Осталось десятки тысяч косточек. Хотя деревья дали по 30-40 лет. Я уже перекрыл. Я уже жду как. Вот уже 1 мая. А всё холодно. А всё эти... Из-за того, что была засуха, все деревья покрыты цветочными пучками, плодовыми образованиями. До предела. Они даже не дали вот эти просто однолетние. Всё, всё. Неужели повторится гигантский урожай? Вот тот прошлогодний. Я не знаю, но мне кажется, вот ещё до сих пор они не то, что не зацвели, они до сих пор не проснулись. Это Сибирь. Этого бы ко мне. Вот как бы его, если бы спецназ? Если бы тех, который позорил меня, кандидат наук, заслуженный этот почётный агроном России из Татарстана. Как он меня позорил? Подмосковье. Мои саженцы замёрзнут, потому что у меня теплее. Значит, туда отправишься в Европу, там они замёрзнут. Как бы его со спецназом представить сегодня, сейчас, когда я сегодня мёрзными руками работал? Да вы видели сегодняшний фильм. Но ведь это же не просто так. Это такие возможности открываются. Возможности. И вот получается, на крайнем юге вот этот бы хотя бы давал половину урожая. А если у меня ещё один такой уже повторится, ну тут уже всё, тут уже должны быть всё ЮНЕСКО, вся организация миллионных наций, все учёные со всего мира, уже не только наши, которым на всё плевать. Вот так вот высказался. Пойдём дальше. Значит, вспоминаем. Я вам что сказал? Будет отдельный фильм, пока не было времени. Ну, плеваю. Плеваю, это девичьи, которые вообще не то, что их нету науки, на них даже не снятся по ночам. Вот. А вопрос-то был какой. Научите, как садить-то холмы. А холм, холму-то рознь. Я тогда пока решил так. Не буду я на этот вопрос отвечать. Я сделаю, соберу все фотографии у меня есть холмы низкие, высокие, разные. Соберу с интернета. Вот такие вот дебильные, видите? Вот. Наверное, смерть посадили. Догадайся, почему. Правильно, корни замёрзут. Куда они денутся? Так вот, я для чего этот снимок покрою? Это, чтобы я оправдываюсь перед вами. Значит, всему есть предел. И холмы, да, холмы, но холм холму рознь. Вот это я хотел подчеркнуть. Идём дальше. Ну. И что интересно, холм холм, а чтобы сгнило, всё равно, а ямку сделали. Всё, ямку сделали, да. Вот кто вот это вот придумал? А вдруг он железово читал? А что-то у железово холмы маловатые. Ай, дурдом, ой, дурдом. Так, вот эти мои гости, Елена Александровна Савинич, её друг, значит, Иван Васильевич, они собирают семена, которые не взошли и которые взошли. Вот смотрите, видите? Вот это тоже учёба. Она моя ученица, и это всё надо знать. Вот эти полведра набрали, лишними не будут, но к этому времени большинство уже были расщёлканы. Вот, то есть момент, когда могли приехать от науки и собрать десятки тысяч семян, уже упущен. Вот, уже упущен, к сожалению. А эти такие высаживаются сразу. Я просто хотел сказать, что есть такое понятие, как естественная статификация, вот она. Но здесь всё надо делать во время. Ну, дальше мне уже это, про Га я уже сказал, боковы ряд, это, понимаете, да, магистратура, понимаете, было пять лет, ну, за что их 6 лет сделали? А теперь говорят, мы пошли по не тому пути. Конечно, зачем нахрен лишний год, тем более, большинство знаний, которые даётся, нахрен не нужны, действительно. И, мало того, большинство из них вредны. И ни коем случае нельзя знать, потому что иначе сады не вырастут. Ведь всё дело, что для того, чтобы агроном пришёл в сад. А никто туда не идёт. Я вам не же покажу, докажу про это. А и теперь, нет, сделали трёхступенчество, ещё после этого будет то же самое, как она называется, она у нас, она у нас аспиратка. Вот. Теперь эту аспирантуру так узаконят, что теперь ещё больше будут учиться, но это уже ладно. Я не думаю, что они изменят программу. Программу уже не изменять, а отменять. Вот это я имел в виду. Вот. И теперь, чтобы закончить разговор. Да, нас старикам мало, может быть, единицы, я не вижу, не знаю. Я что хочу сказать. Вот Железов, это я, вот Сафронов, который этот, бессребренник, создал кучу, да ещё платил за них. Вебинаров столько. А вот брат Железов, он из этих вебинаров делает отдельные фильмы. Огромная, тысячеразовая, бесконечная работа. Понимаете? Вот. И для чего? И мой брат это понимает. Вот. Сафронов, надеюсь, понимает. Я не знаю, как нетерпения хватило. Шестой год идёт. И вот я пишу. Новая программа до сих пор с вузов создана. Вот эти вот самые, вот эти вот самые, где они у меня, вот эти вот самые, вот, это есть, а сколько, тут материалов. Это гигантское количество материалов, которые нужно сейчас мыслить. Мичурин, Железов, часть первая. Мичурин, Лусенко, Железов. Это всё никому сегодня не надо. Завтра, это даже не что так проходить. Почему? Где эти самые битвы, которые, после которых победители занимали посты этих руководителей науки, а побеждённые ехали пилить дрова в этом. Или как помирали в тюрьмах и так далее. Даже война не остановила эту войну. Война отечественная не остановила эту войну в науке. А сейчас тишина. И вот между Мичурин, Лусенко, Железов, гигантская пропасть. Потеряны десятки, десятки, десятки лет. Вот. А сколько у меня друзей Макаров-Огнинск, Мараховский о себе, своей технологии, сибирских планах Железов. Что вы о ней знаете? А? Пусть 10 лет назад рассказал. За это время всё забыто и новые люди не знают. Вот. Вы знаете, что же это такое новое садоводство? А это самое постулаты? Вот это всё, вот это всё, оно сегодня не надо. Это невероятно. Вот. Вот он, Бродский. Посмотрите внимательно. Науки. Надо сегодня это? Вот он, Бродский. И Латинко. Бродский, Латинко. Значит, чему я это сказал? Сказать чему? Что мы будем продолжать? Спасибо Сафронову, что не опустил руки. Мы будем продолжать, не имея на это ни копейка, а ещё и минус. Потому что мне надо создать новый фильм, я за них опять плачу в своём кармане. Этот за рассылку Сафронов платит? Вот. Так ведь нет? Ну и чтобы доказать свой, то есть всё-таки мы надеемся, что может быть пройдут не годы, так просто не свернуть тех, кто спит на своих постах. Вот. А новая программа пусть через десятки лет будет создана. Всё готово, ребята. Но остаются детали. Во-первых, я считаю, что должна быть история современного. Мы уже проходили, я создал десятки фильмов, я вспомнил Ламарка, я вспомнил сибирских этих самых волшебников, и Мичурина, и всех-всех-всех. И отдельные фильмы по многим создал. Всё не могу, необъятная тема. Но сколько мог я сделал, называется история российского садоводства. Но в истории российского садоводства должна быть глава первая. Дебилизм современного садоводства и уход от него. Вот так. Вот эти люди предлагают нам в небольшом саду подавать кислород, вначале вычистить, видите, грабли, вычистить, лишить еды, деревья, повеличь, искалечить, потом, это она три раза ткнёт и скажет продолжайте. И вы будете в небольшом саду несколько соток тысячи раз тыкать, якобы подавая эту. Вот. При этом уничтожая полудородие почвы, при этом уничтожая структуру. Чем больше будете втыкать, тем меньше кислорода будет подаваться. Вот это обязательно. У меня таких, к примеру, несколько сотен. И пусть бы даже целый семестр, чтобы люди ужаснули, чтобы студент придя там и рассказал родителям, хватит, ребята, хватит калечья деревья, хватит поджигать траву и листву полусгнившую. Ведь дунул ветер и всё, горят целые посёлки. Тем более, ладно бы это было бы позже, там миллион вычислили садов, значит у нас теперь будут яблоки, груши, абрикосы, а что при этом сгорит несколько сотен домов, ну это поджигать всё равно надо, надо же избавляться от вредителей. Ну подумаешь, там несколько сотен, ну и несколько десятков человек сгорят живьём. Так наоборот же всё, мало того, что горят ещё и сады ещё хуже, вот это я называю первая глава. Я разговаривался, а вдруг я последний раз, а вдруг успеть надо, так и мало этого, они решили просто уничтожить дерево, чтобы дерево долго не мучилось. Детально мы рассматривали, вот это надо, понимаете? Так, но я больше не могу видеть этих, мы сейчас будем нормальным людьми открывать. слова, которые уничтожил. Так, уничтожили,